Аль хамду лиллллахи роббиль аламин والсалату воспалам аヤшрафи аль анбия и валь мурсалин набии на мухаммадин و'аля алихи ва свахбихи ва маних тада бихадихи иля яумид дин ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату дорогие братья и сестры рад вас приветствовать на очередном собрании с уважаемым шейхом Мусаидом а-Таярам захранит его Аллах Как вы помните, на прошлой встрече мы записали вступление к науке о Тавсире, и как мы упоминали, шейх является большим специалистом в этой области. Хамдуллах, что у нас такая возможность появилась, брать вот такие частные уроки, встречи, организовывать с этим большим специалистом. И сегодняшняя встреча, она также будет продолжением прошлой, мы собирали вопросы относительно этой науки, иншаллах, после этой встречи мы уже начнем непосредственно записывать Тавсир, Сура Аль-Фатиха и других сур, иншаллах. Давайте сейчас поприветствуем шейха и начнем с дозволения Аллаха. Приветствуем вас, шейх. Я тоже вас приветствую. Да, каждого мала свое благодеяние, шейх. Недавно мы объявили, что собираемся провести с вами встречу и собрали некоторые вопросы. И если вы не против, мы бы хотели задать вам эти вопросы. Пожалуйста. Да, каждого мала свое благодеяние, шейх. Спрашивающий говорит, где можно найти Тавсир с подвижников и табиинов, какие есть источники такого Тавсира. Я прошу Аллаха даровать нам всем пользу из наук о его писании. Источников этого очень много, особенно муснадов. Это такие Тавсиры, как Тавсир имама Ат-Табари, Тавсир ибн Абихатима, Тавсир Абду Разаqа, Тавсир Абда ибн Хумаида и другие Тавсиры. Также некоторые книги Ас-Сунан и Муснады. Книги по теме Аз-Зухда, книги про достоинство сподвижников и другие книги. Таких трудов много. Сегодня, хвала Аллаху, проведена огромная работа, и хвала Аллаху, Он дал мне возможность руководить одним из таких проектов. И мы выпустили вот этот труд. Энциклопедия Тавсира первых поколений. В этой энциклопедии человек может найти для себя достаточной информации. Она включает в себя Тавсир Пророка, салаллаху алейхи ва салям. Тавсир с подвижников, да будет доволен имя Аллах. Тавсир табиинов и последователей табиинов. Любой риваят, находящийся здесь, имеет ссылку, к которой читатель может обратиться и найти его и снат, если он желает изучить его и снат. Данная энциклопедия составлена в очень удобной форме. В ней легко найти слова с подвижников табиинов и последователей табиинов. К примеру, на этой странице мы можем заметить, что имя с подвижников выделено красным. Сказал Али ибн Абиталиб. Или Атабдуллаха ибн Аббаса. Имя табиина выделено зеленым. Абу Аймран Аль-Дюни. Имя последователя табиина выделено черным, жирным шрифтом. От Фудейли ибн Айяда. Таким образом, мы можем различать риваяты друг от друга. Еще они распределены по дате кончины. В том смысле, что сначала идут слова того, кто старше, а далее по нисходящей. Поэтому желающий изучить табсир именно с подвижников, тот, увидев красный шрифт, сразу поймет, что это слова с подвижника. Если он ищет слова табиина, то смотрит на зеленый цвет. Если хочет найти слова последователя табиинов, то смотрит на черный цвет. Таким образом, данная энциклопедия дает достаточную информацию в этом направлении. Конечно, в ней не приводятся полные яснады, но если пройти по ссылкам, которые в ней даны, можно найти и яснады тоже. Она составлена на основе книги Дуруль-Мансур. Поэтому, когда, читая ее, человек видит харф Зай, то это означает, что это дополнение к Дуруль-Мансур. Соизволение Аллаха, энциклопедия табсира первых поколений, которая выпущена институтом имама Аща-Тиби, содержит в себе достаточной информации. Вала Аллаху в последнее время она начала распространяться по всему исламскому миру. И мы надеемся, что она будет распространена еще больше и появится в библиотеках многих интересующихся знаниями во всем мире. Мы часто слышим, что тот или иной табсир не соответствует Акиде Аглю Сунна. И обязательно нужно знать табсиры Аглю Сунна. Поэтому вы могли бы назвать некоторые табсиры Аглю Сунна. Данная тема — это тема, связанная с Акидой. Требующему знания следует изучить Акиду Аглю Сунна валь-джама'а и познать ее подробно, насколько он сможет, чтобы строить свои познания на крепком фундаменте. Если он поступит так, то, читая книги Аглю Сунна, он сможет определить некоторые ошибки, которые допустили их авторы, или неправильное понимание, или какие-то вещи, не соответствующие Акиде Аглю Сунна. К известным табсирам относится табсир имама Ибн Джарира Ат-Табари. Это огромная энциклопедия и очень большой труд. В ней читатель найдет множество полезной информации. Также и табсир Ар-Раса'ани, табсир Сама'ани и табсир Ибн Кафира. То есть табсиров, опирающихся на Мангадж Аглю Сунна валь-джама'а, множество. Это лишь некоторые из них. Требующие знания, может извлечь пользу из подобных книг. Докажд вам Аллах свое благодеяние. Также человек спрашивает, что на предыдущей встрече вы упомянули, что табсир Ат-Табари не подходит для начинающих. Поэтому не могли бы вы назвать табсиры, которые подходят для начинающих? У нас есть очень важное правило в отношении табсиров, которые подходят для начинающих. Табсир должен быть кратким, то есть объем табсира. А форма изложения должна быть легкой. Если табсир краткий и изложен в легкой форме, то это табсир, который подходит для начинающих. Если говорить про подобные табсиры с краткой и доступной формой изложения, то у ученых прежних веков тоже есть труды подобного характера, хотя их и очень мало. Однако есть некоторые труды, в которых ученые постарались изложить тафсир для простых мусульман. Довольно известным таким примером служит Аль-Уахидий, который составил китабу л-Ваджизи фит-тафсир, специально для простых мусульман. Как он сам об этом пишет, он составил его в форме, которая доступна для простых мусульман. Этот вид тафсиров нельзя найти в книгах ранних ученых, за редким исключением. В настоящее время многие ученые, исследователи и организации стараются составить тафсиры, которые отличаются краткостью и легкой формой изложения. И целью этих людей является донесение смысла аятов, чтобы простым мусульманам было легко понять смысл аятов. Можно сказать, что тафсируль-Муясар, изданный Академией Короля Фахда, является одним из таких тафсиров, которые имеют небольшой размер и легкую форму изложения, поскольку он размещен на полях мусхафа. Также можно назвать мухтасар фи-тафсиры л-Кур'ан-эль-Карим. Изданный нами в Марказе от Тафсир. Эти два тафсира составлены группой ученых. И составители этих тафсиров с каждым новым изданием вносят исправление и добавление. Говоря о исправлении, я не имею в виду исправление ошибок. Речь идет лишь о подборе более ясных и понятных выражений. А так в этих тафсирах нет проблем. Мы говорим об улучшении выражения на более понятное для неискушенного читателя. Например, Тафсир-Уль-Муясар, когда он впервые вышел, прошло какое-то время, люди прочитали его и дали свои комментарии. После чего некоторые места были переделаны и приведены в еще более лучшую форму. Тот же самый путь проходит и мухтасар фи-тафсиры л-Кур'ан-эль-Карим. Поэтому можно извлечь пользу из этих двух трудов. Есть и множество других тафсиров от разных ученых нашего времени, из которых можно получить пользу. На русский язык переведен Тафсиру Саади. Что вы можете сказать про этот Тафсир? Это один из тех Тафсиров, о которых не нужно спрашивать. Шейха Саади, да смеивается над ним Аллах, является имамом в этой области. И его книга, Маша Аллах, Аллах дал ей повсеместное распространение. Его подача легкая и прекрасная. Он раскрывает смысл аятов в доступной форме. Так что для переводчика будет нетрудно перевести его. Переводчику бывает нелегко переводить текст, в котором смысл сжат и сокращен. В отличие от развернутого текста, в котором смысл передан в доступной форме, который можно легко понять. Такой текст переводить несложно. И обычно переводчик не делает дословный перевод. Он сначала старается понять смысл и затем переводит этот смысл. Значит, Тафсира Саади подходит для начинающих, так? Да, он подходит для этого. Шейх Рахматуллахи Алей составил его специально для простых мусульман. Хотя в нем есть и тонкие вопросы. Также есть разная полезная информация. Но, в общем, он подходит. Барак Аллаху фикум. Вы упомянули перевод смыслов Корана. Некоторые люди запрещают переводы Корана. Дозволено ли его переводить Шейх? Как ты знаешь, сегодня сложно найти ученого, который не дозволяет перевод Корана. Если в какой-то период времени перевод Корана, или в начале, когда переводы Корана только начали появляться, это и встречало несогласие? Сегодня этот вопрос утвердился на дозволенности перевода. Более того, некоторые называют это даже обязательным, чтобы донести шариат Аллаха, субханаху ва-та'але. Донести смыслы Корана до тех, кто не знает арабский. Будь то мусульмане или же не мусульмане, которых мы хотим привести в ислам. Несомненно, это очень важный вопрос. Однако, в качестве пользы, я хочу упомянуть, и всегда говорю об этом, что призывающие в нашу эпоху вынуждены заниматься подобными переводами, поскольку сегодня в мире доминирует не мусульманская цивилизация. Сегодня доминирует цивилизация других людей. И поэтому мы нуждаемся в том, чтобы представить то, что есть у нас, и для этого нужно переводить все это. Раньше же мы можем заметить, когда мусульмане входили в города и страны и обосновывались там, Они распространяли там арабский язык, и эти народы учили арабский язык вместе со своим родным языком. И среди них появлялись ученые, искусно владеющие арабским языком. Они писали книги по Тафсиру, по Шарху к Хадисам, в том смысле, что они становились учеными всей уммы, и примеров этому очень и очень много. Но сегодня у нас немного другое положение. Наше сегодняшнее положение вынуждает нас переводить Коран и другие наши классические труды на иностранные языки, чтобы донести их до других народов. Также нас спрашивают, есть ли такой хадис, кто истолковал Коран от себя, тот пусть готовится занять свое место в аду. Да, это известный хадис, но он слабый. Есть еще другой хадис, кто сказал о Коране от себя и оказался прав, то он все равно ошибся. Этими двумя хадисами Ат-Тирмидий начал раздел Ат-Тафсири, а именно главу о том, кто толкует аяты Корана, опираясь на свое мнение. То же самое сделали и некоторые другие ученые, как Ан-Насаи, Абу-Дауд и Аль-Баяки. Они упомянули эти два хадиса, но они оба хадисы слабые. Однако смысл, который пришел в этих двух хадисах, правильный. Поэтому Ат-Тирмидий, да смилуется над ним Аллах, подкрепил смысл этих двух хадисов аятом, в котором говорится и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете. И словами некоторых салифов, словами Муджахида, словами Катады, обращая внимание на то, что хотя эти два хадиса и слабые со стороны Иснада, смысл, который в них содержится, верный. Поэтому данные ученые упомянули эти два хадиса в разных местах именно из-за этого. А это то, что их смысл является правильным. И поскольку их смысл является правильным, то они ослабили свои требования к их Иснаду. Или же приводят их с примечаниями о том, что в Иснаде этих хадисов есть недостатки. Поэтому такой хадис существует и используется некоторыми учеными в этой области. Его упомянул также Ат-Табари в предисловии к своему Тафсиру. Его упомянул также Мауарди в предисловии к своему Тафсиру. Это распространенный и известный хадис. Также, шейх, есть некоторые науки, такие как Улюмуль-Кур'ан, науки Корана. Также наука Усул-Ут-Тафсир, основы Тафсира. Мы бы хотели узнать немного об этих науках. Что подразумевается под этими науками? Улюмуль-Кур'ан это общее понятие. А Усул-Ут-Тафсир это часть Улюмуль-Кур'ан. Улюмуль-Кур'ан, если мы посмотрим на то, что писали ученые с тех пор, как начался разговор об Улюмуль-Кур'ан, мы увидим наличие наук, которые касаются исключительно Корана, которые не изучаются в других направлениях. В том смысле, что мы не найдем их у лингвистов, не найдем их у ученых Усул-Уль-Фикх, не найдем их у ученых Акиды, не найдем их у Факихов. Поэтому за этими знаниями нужно обращаться к тем, кто составил книги в этой области. И эти науки в своем большинстве — это науки, которые так или иначе есть в книгах по Тафсиру. Потому что книги по Тафсиру — это площадка и область применения этих наук. Например, вопрос мекканских и мединских сур или вопрос количества аятов. Подобные вопросы изучаются через то, что написали ученые, занимающиеся вопросами чтения Корана, и ученые Улюмуль-Кур'ан. Но есть вопросы, которые изучаются в нескольких разных науках. В том смысле, что некоторые ученые затрагивают их в своих книгах с одной стороны, а ученые Улюмуль-Кур'ан затрагивают их в своих книгах с другой стороны. То есть в чем-то они упоминаются и там, и там, но в чем-то только в одной науке. Например, к подобным вопросам относится вопрос Аль-Насихуаль-Мансух, аннулирующих и аннулированных аятов. Аль-Насихуаль-Мансух изучают ученые Усул-Уль-Фикха, поскольку это связано с Ахкамами. Также Насихуаль-Мансух встречается в книгах по Тафсиру, в книгах по Улюмуль-Кур'ан. Однако Насихуаль-Мансух упоминается в книгах по Улюмуль-Кур'ан в свете разбора вопросов, которые не разбирают ученые Усул-Уль-Фикха, по причине того, что это не является предметом рассмотрения Усул-Уль-Фикха, а является предметом рассмотрения Улюмуль-Кур'ан. Таким образом, это считается общей темой между несколькими направлениями. Также, если мы посмотрим на науки, связанные с арабским языком, такие как Ари-Буль-Кур'ан, наука о коранической семантике. Наука Ари-Буль-Кур'ан связана с арабским языком с той точки зрения, что предметом ее изучения является семантика слов Корана, а Коран на арабском. Таким образом, есть общие места между науками арабского языка и науками о Коране. Улюмуль-Кур'ан, науки о Коране, можно разделить на три части. Есть науки, которые касаются только Корана и изучаются только в книгах по Улюмуль-Кур'ан, и общие науки, либо с Усул-Уль-Фикхом и Фикхом, либо общие с науками арабского языка. Это краткое объяснение того, что касается Улюмуль-Кур'ан, науки о Коране. То есть, что в них изучается? Это разные темы и вопросы, связанные с Кораном, будь то прямо вытекающие из него, как те, что мы упомянули, либо связанные с ним с той или иной стороны. Что же касается усули тавсир, то данная наука — это своего рода фундамент, на котором Муфассир строит свой тавсир и свое понимание книги Аллаха Субханаху ва Та'Аля. И этот фундамент, то есть эти основы, на которые опирается Муфассир, часть из них считаются научными введениями. Ознакомление с тавсиром, распространение тавсира — это своего рода научные введения к тавсиру. Другая их часть связана с методикой тавсира, то есть с методами, которые используются в тавсире Корана. Еще одна их часть связана с единогласием, ижма, и разногласиями, ихтыляф, то есть когда Муфассиры сошлись в толковании и когда они дали разные толкования. Затем, если они дали разные толкования, то какова причина этого разногласия или какой это вид разногласия? Ихтыляф тенавор, когда трактовки разные, но они не противоречат друг другу. Или ихтыляф тадад, когда трактовки разные и противоречат друг другу. Затем идет третья часть. То, как мы должны взаимодействовать с этими разногласиями. Здесь уже вступают правила взвешивания. Мы используем правила взвешивания, чтобы понять, какое из этих мнений является предпочтительным, или являются ли все эти мнения сильными до такой степени, что на одно из них можно ссылаться в одном случае, а на другое можно ссылаться в другом. Все эти вопросы изучаются в науке Усулю Тафсир. Ее можно сравнить с основами, на которых строится Тафсир. Тот, кто не знает Усулю Тафсир, или у кого есть пробелы в Усулю Тафсир, у того будут проблемы в самом Тафсире. И в том, какие мнения в Тафсире он выбирает. По-моему, у Шейху Лисляма есть послание на эту тему. Послание Шейху Лисляма, его название, которое известно сегодня среди людей, «Мукаддима туфи Усули Тафсир». Это своего рода правило, помогающее понять речь Аллаха, субханаху вата'але. И он сам сказал, что это правило, помогающее понять речь Аллаха, субханаху вата'але. В нем он упоминает методы Тафсира. Сперва он упомянул пророческое разъяснение. Затем упомянул методы Тафсира. Затем упомянул общие причины разногласий. И на этом послание заканчивается. Вернемся к улюмуль-Кур'ан, Шейх. Вы упомянули тему мекканских и мединских сур, также на сихуаль-мансух. Не могли бы вы коротко раскрыть нам эти темы, чтобы зрители знали, что имеется в виду под этими терминами? Например, мекканские и мединские суры. Понятия мекканские и мединские, как можно заметить, связаны с местом. Когда говорят мекканские, речь идет о Мекке, мединские о Медине. Это краткое указание на место, где был ниспослан Коран. То есть вопрос «где?» — это вопрос про место. Но на самом деле Коран ниспослан не только в Мекке и в Медине. Хотя большая его часть ниспослана в Мекке или Медине. Некоторые части Корана ниспосланы во время сафаров пророка, саллаху алейхи вассалям. Например, сура «Аль-Фатх» ниспослана ему на обратном пути из Худайбии после худайбийского соглашения. Но Худайбия не относится ни к Мекке, ни к Медине. Также некоторые аяты из суры «Ат-Тауба» были ниспосланы ему, когда он возвращался из похода на Табук. Добавь к этому и другие аяты, которые были ниспосланы ни в Мекке, ни в Медине. Но ученые назвали их мекканскими или мединскими. Даже ученые из числа сподвижников добудет доволен имя Аллах, Табиина и их последователи. Когда они захотели разделить суры, они разделили их на два вида. На то, что было ниспослано в Мекке, и на то, что было ниспослано в Медине, из соображения большинства. Поскольку большая часть ниспослана либо в Мекке, либо в Медине. Однако на практике в Тафсире можно увидеть, что ученые определяют точное место, говоря «ниспослано в таком-то месте», «ниспослано в таком-то месте», «ниспослано в таком-то месте», определяют точное место. Таким образом, у нас теоретическая сторона и прикладная сторона. Теоретическая сторона говорит о мекканском и мединском, а в прикладной стороне говорится про то место, где именно была ниспослана та или иная часть Корана, будь то в Мекке или в каком-то определенном месте в Мекке. Например, в пещере Хира. Это установление точного места ниспослания. Или ниспослана в Худайбии. Это тоже установление точного места ниспослания. Когда мы говорим «мекканский», то речь идет о Коране, который был ниспослан в Мекке. Также «мекканский» — это то, что ниспослано до хиджры. Потому что большая часть Корана, ниспосланная до хиджры, ниспослана в Мекке. Когда мы говорим «мединский», то в своей основе это то, что ниспослано после хиджры в Медине. То есть в самой Медине. Однако то, что неспослано за пределами самой Мекки или Медины, мы причисляем, исходя по критерию времени. То есть до хиджры и после хиджры. Да, до хиджры и после хиджры. Например, в Арафате, посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, были неспосланы слова Аллаха, «Сегодня я сделал для вас вашу религию совершенной, довершил мою милость к вам и остался доволен исламом, как вашей религией». Если мы будем брать во внимание место, мы скажем, что это неспослано где? В Мекке. Неспослано в Арафате, вблизи Мекки. Если же мы будем брать во внимание время, то мы скажем, что это мединский аят, поскольку неспослан после хиджры. Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, знали, что он неспослан после хиджры. А Умар ведь сказал, клянусь Аллахом, я знаю, где это неспослано. И он рассказал, что это было неспослано вечером, в день Арафата, в то время, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, был на своей верблюдице. Это конкретизация. Это определение точного места неспослания и определение состояния и определение времени, то есть то, что это был вечер. Но с точки зрения того, что это было до хиджры или после хиджры, Умар знал, что это было после хиджры, поскольку он не мог не знать это. Однако они не использовали понятие до хиджры и после хиджры. Это временное правило появилось лишь в эпоху поздних последователей табиинов. Это упомянуло Али ибнуль Хусейн, аль-Вакид, который умер в 111 году. Также это упомянул Яхья ибн Саллям аль-Басри, который умер в 200 году в предисловии к своему Тафсиру. Получается, это правило появилось и проявилось в эпоху малых последователей табиинов. А те, кто был до них, использовал место и время. Это то, что касается вопросами каннских и мединских аятов и сур. Что касается насха, аннулирования, то на самом деле это обширная тема с множеством дискуссионных вопросов. Но само по себе наличие насха утверждено в Коране, в словах Всевышнего, когда мы заменяем один аят другим. И в словах Всевышнего, если мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, который лучше его или равный ему. Это однозначные тексты, доказывающие существование насха. И мансух, отмененные и аннулированные аяты, бывают несколько видов, не только одного вида. Сейчас разногласия в том, чей хукам отменен, но сами слова остались. То есть мы читаем их в Коране. Разногласия существуют именно в этом виде. У нас также есть вид насха, когда аят полностью изъят. То есть так, что от него не осталось ничего, полностью забыт. На это сказал Убай, он сказал, что сура Аль-Ахзаб была подобна суре Аль-Бакара, но часть ее была аннулирована. Также есть вид, когда аят изъят, но остается его смысл. Этот вид упомянула Аиша, да будет доволен ее Аллах, когда сказала. Среди того, что не спослал Аллах из Корана, было постановление о том, что десять кормлений грудью приводят к молочному родству, запрещающему вступление в брак. А затем они были отменены постановлением о том, что к такому родству приводят пять известных кормлений. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, скончался, это постановление было среди того, что читалось людьми из Корана. То есть о пяти. Куда делось постановление о десяти кормлениях? Это означает, что Аллах забрал его. Остался только хуком аята, но сам этот аят, мы не знаем его. Это один вид. Есть другой вид насха, когда аят отменен, но его хуком остался. Его слова остались, но сам аят Аллах забрал. Например, слова, если пожилой мужчина или женщина совершит прелюбодеяние. Или, если бы у человека было два ущелья, наполненных имуществом. Это упомянулись подвижники. Некоторые из них пришли в достоверных сборниках. Эти виды насха становятся объектами дискуссий среди людей. Но все это связано с божественной силой и божественной волей. В том смысле, что Аллах пожелал это. Поэтому в подобных ситуациях мы всегда должны задаваться вопросом. Утверждение о существовании насха делается на основе доводов разума или на основе доводов и священных текстов. Если мы скажем, что существование насха устанавливается на основе доводов и священных текстов, то разум не может входить в эту тему и, соответственно, нельзя осуждать его с точки зрения разума. Есть ли в священных текстах что-либо доказывающее существование насха? Достоверно сообщается от пророка, как приводится об этом в Муснаде имама Ахмада и в других местах, что однажды, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, совершал молитву Фаджр, он пропустил аят. А сподвижники не решились исправить его и промолчали. Когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, дал таслим, они указали ему на то, что он не прочитал аят. Он спросил, «А есть ли тут Убай?» Они сказали, «Да». Судя по всему, он был чуть дальше от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал ему, «Почему же ты не исправил меня?» Убай сказал, «Я побоялся того, что, возможно, аят отменен». Нет, он не отменен. Это очень ясный текст. Убай как бы говорит, «Я знаю этот аят, но когда услышал, что ты не прочел его, я подумал, что, возможно, он отменен». Это проявление великого нрава с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Таким образом, Убай произнес слово «ан-насх». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, произнес слово «ан-насх». Это доказывает, что насх существует. И его существование связано с чем? С достоверностью сообщений. Если существование насха установлено, то не дозволено отрицать это. Насх в книгах мусульман упоминается со времен сподвижников до наших дней. Есть отклонившиеся, которые заявляют, что не существует отмененных аятов. Это, несомненно, является неправильным утверждением. И, как мы сказали, эти вещи не входят в область, в которой есть место измышлениям разума. В этом нужно смотреть только на достоверность сообщений. Если сообщение достоверно, то мы верим в это. А сообщений на эту тему от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, от сподвижников, от табиинов и последователей табиинов, очень много. Шейх, а какие темы в основном изучаются в улюмуль-кур'ан? Кроме насих и мансух? Например, причины неспослания аятов. Это одна из главных тем, и у нее множество применений. Тема мекканских и мединских сур, причины неспослания, насх – это три главные темы, которые и сегодня вызывают дискуссии. Бывают возражения против них, возражения, которые строятся на доводах разума. Однако все же это утвердившиеся вещи. И у изучающего их и знающего их не возникают эти проблемы или сомнения, в которые попадают некоторые люди. Также есть тема семи харфов, и связанные с этим темы, как разные кираты, кират, шадда. Улюмуль-кур'ан изучает разные вопросы. Есть еще тема количества аятов, виды написания мусхафа, расстановка харакатов и вспомогательной информации в мусхафе. Все это относится к улюмуль-кур'ан. Есть еще тема чудо Корана, примеры в Коране, дискуссия в Коране, истории в Коране, поколение муфассеров, много-много разных тем. Семь харфов и кираты. Что под этим подразумевается, шейх? Харфы — это основа чтения. Если сказать коротко, кираты — виды чтения, которые существуют сегодня. Если мы посмотрим на виды, к которым в итоге пришли кираты, то это и есть семь харфов. Например, возьмем слова Аллаха. «Кад сэмя Аллаху каулял лати ту дядилю ка фи заудиха». Он сегодня читается с изгаром и с идгамом. У нас есть десять чтецов. Одни из них читают «кассэмя». Другие читают «кад сэмя». Если мы изучим по отдельности все эти десять риваятов, послушаем всех десяти чтецов, то увидим, что есть только два вида чтения этого фрагмента. Здесь нужно обращать внимание не на количество чтецов, а на то, сколько в итоге получается видов чтения этого аята. Их получается два. Значит, для этого фрагмента есть два харфа. Идгам и изгар. Возьмем, к примеру, суру «Ал-Духа». Ты увидишь, что чтецы читают тремя видами. Либо с обычной фатхой, «Ал-Духа», либо с немного закрытой фатхой, либо со склонением к «я», как звук «е». Ты должен смотреть на эти виды чтения. Ты не смотришь на передатчиков. Такой-то передал от такого-то так-то, такой-то передал так-то. Если ты войдешь в разветвление передатчиков, ты утомишься. Ты можешь подумать, что каждый из этих риваятов — это отдельный вид чтения. Хотя это не отдельный вид чтения. Всего три вида чтения этого фрагмента. Либо фатх, либо ималя, либо таглиль. И примени это правило ко всем остальным разногласиям чтецов, и ты увидишь, что в итоге все они сводятся к определенному количеству видов. И эти виды, способы чтения, на самом деле и есть семь харфов. Они связаны с арабскими племенами, которые были в те времена. Часть из них связана с диалектами племен. Часть связана с иарабом. Часть связана с написанием. То есть причин несколько. Но многие из них связаны с диалектами, то есть с звучанием. Поэтому, когда посланник Аллаха, алейхи салату ассалам, просил сделать смягчение хамзы, смотрел на то, о чем ты говоришь. Сложность перехода для человека с диалекта своего племени на диалект другого племени. Например, у райшиты говорят, «Кода аф лахал му'минун». И представь, ты пришел к у райшиту и хочешь, чтобы он сказал, «Кода аф лахал му'минун». Но ему трудно это произнести, он не привык. Хамза тяжелый звук для него. Или другой читает, «Кода аф лахал му'минун». Кто-то из арабов Неджда. И ты говоришь ему, «Кода аф лахал му'минун». Он не сможет это сразу произнести. Имеется в виду, что это связано с диалектом, к которому он привык. И эти диалекты, на которых не спослан Коран, и которые чтецы сохранили для нас, можно сказать, что большая часть различий в харфах возникла именно из-за этих сложностей в произношении для представителей разных диалектов. Но есть другие виды различий, не имеющих отношения к сложности произнесения. Поскольку связаны с изменением слова, подобно муфритун и муфарритун, подобно словам мужского и женского рода, или как хадзв, отбрасывание, и отсутствие хадзва. Или, например, замена одного слова на другое, как билланиин и билланиин. Это не связано с трудностью произношения. Однако большинство видов чтения связаны с произношением, а произношение связано с диалектами, поскольку бывает трудно переходить с одного диалекта на другой. Но это не означает, что все виды чтения, в отношении них мы должны сказать, что они трудны для чтецов, или трудны для тех или иных людей. Это лишь в большинстве случаев, но не во всех. Подобно тому, что Пророк, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, «Хадж — это арафа». Означает ли это, что если кто-то прибыл в арафа, постоял там и затем ушел, он совершил хадж? Он не завершил свой хадж, не так ли? Пророк, салаллаху, алейхи вассалям, имел в виду, что это самый главный и самый большой столб хаджа. Также и в семи харфах. Главная причина неспослания Корана на семи харфах — это облегчение для уммы из различий их диалектов и способа произнесения звуков. Баракаллаху фикум. Усман же, да будет доволен им Аллах, записал на диалекте курайшитов. На диалекте курайшитов, да. В этом нет проблем. Усман да будет доволен им Аллах, что он сказал четырем сподвижникам, которым он поручил записать Коран. Он сказал им, если вы разойдетесь с Зейдом ибн Сабитом во мнении, обратите внимание, что он обусловил это с появлением разногласия. Он не сказал, запишите весь Коран на языке курайшитов. Он лишь сказал, что если у них возникнут разногласия, то следует отдать предпочтение варианту произнесения курайшитов. Представим, что их мнения разошлись в отношении какого-нибудь слова. Если их разногласия в том, в каком виде произношения его записывать, то он говорит им, запишите так, как произносят курайшиты. Единственное слово, которое упомянуто у нас в истории, как это приводится от Зухри, Зухри сказал, до нас дошло, что они разошлись во мнениях в отношении слова Табут. Ансары говорили Ат-Табух, а курайшиты говорили Ат-Табут. И они записали его как Ат-Табут, Ста-Мафтуха. И нет проблем, если сказать Ат-Табух или Ат-Табут. Смысл один и тот же. В обоих словах речь идет о деревянном ящике, сундуке, в который что-то кладут. Это известно. Однако вопрос в произнесении. Курайшиты произносят его с Та. И когда они записывали Коран, то записали его слово с харфом Та, так, как произносят его курайшиты, именно по этой причине, а не по какой-либо другой. Таким образом, вопрос связан с тем, как мы записываем харф. Если спросить, в случае разногласия записывалось ли слово на языке курайшитов, то мы скажем да. Когда возникало разногласие, то слово записывалось на харфе курайшитов, так, как произносят курайшиты. Если же разногласий не возникало, и они сходились на том или ином произнесении, то они так и записывали. А в чем разница, шейх, между собранием Корана Абу Бакрам и Усманом, да будет доволен Аллахими обоими? Цель Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, была в собрании Корана воедино. Собрание Корана в эпоху Абу-Бакра — это то же самое собрание Корана, что было во времена Усмана, оно не изменилось. Их цель была в том, чтобы Коран не был утерян после смерти хафизов, чтецов Корана, как сказал об этом Умар, да будет доволен им Аллах. Это является введением от Умара, поскольку была опасность утери Корана. Но как мы знаем, Аллах, субхану та'аля, сказал, поистине мы не спослали напоминания, и мы оберегаем его. В качестве дополнительной пользы, скажем, исламская Умма с эпохи Пророка, саляллаху алейхи ва салям, и до наших дней не опирается на записи. А опирается на что? На заученное по памяти. То есть ты пришел учиться у шейха. Ты заучиваешь и идешь читать шейху по памяти. Да, ты можешь заучивать с мусхафа. Но заучивая с мусхафа, ты можешь допустить ошибку. Поэтому необходимо прочитывать шейху, чтобы он поставил тебе правильное произношение Корана. Таким образом, основа у мусульман — это то, что выучено наизусть. И Коран передается из поколения в поколение по памяти, через устную речь. Хорошо, но в чем тогда польза от записей? Это дополнительная подстраховка к тому, что заучено и находится в памяти. Чтобы кто-нибудь не пришел к нам и не заявил, сказал Аллах и привел нам аят из своей головы. Или, например, прочитает отмененный аят и скажет, это из Корана. После того, как в эпоху Абу Бакра Зейд собрал мусхаф, этот мусхаф оставался у Абу Бакра, затем у Умара, затем у Хафсы. Когда у них возникла надобность в объединении и распространении этого мусхафа, то Усман просил его у Хафсы, да будет доволен ею Аллах, матери правоверных. Затем передавал его комитету, и этот комитет записывал мусхафы с этого мусхафа. То есть сделал копию. Они делали копии, несколько копий. В отношении количества этих копий есть разногласия. Но, возможно, наиболее правильное мнение, что они сделали шесть копий. То есть один мусхаф был у Усмана, да будет доволен им Аллах. Второй мусхаф был у Зейда, для жителей Медины. Еще один мусхаф для жителей Мекки. Мусхаф для жителей Басры. Еще один для Куфы. И еще один для жителей Шама. Шесть мусхафов. Эти мусхафы не отличались друг от друга. Они начинали с Аль-Фатиха и заканчивали с Сурой Ан-Нас. Разногласия, существующие в отношении таких случаев, как сари'у и ва сари'у, с вау или без него, или таджри мин тахтиха и таджри тахтаха, с мин и без него. Это все известно. То есть в одном мусхафе так, в другом так. Также и чтецы. У них есть виды чтения, сохраненные до наших дней. Например, Все это сохранено у чтецов в устной форме, даже если не будет записей. Поэтому устная передача друг другу по памяти — это основа. Записи же позволяют нам то, что если кто-то придет с добавкой, мы сможем сказать ему «Этого нет в мусхафе». Если кто-то попытается что-то удалить, мы сможем сказать «Ты убрал это из мусхафа». В этом заключается задача того, что находится в мусхафе. А то, как читается то или иное слово, в этом нужно обращаться к чтецам. Если ты дашь кому-нибудь мусхаф, то он будет допускать ошибки. Я имею в виду того, кто не обучался чтению Корана, а не чтецов, хафизов. Нет. Дай кому угодно, инженеру, врачу, который не разбирается в разных видах чтения, дай ему мусхаф в уарше, а он, например, с востока. Дай ему мусхаф в уарше, чтобы он прочел. Он не сможет прочитать правильно. Но это тот же Коран, который начинается с Аль-Фатиха и заканчивается на Ан-Нас. Он не сможет правильно прочитать. Почему? Потому что ему нужно для этого брать устные уроки. Это отличительная черта Корана. Хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не нужно перенимать устно в этом плане. Ты можешь открыть любую книгу по пророческим хадисам и без проблем прочитать ее. Но с Кораном не так. Ты не можешь взять мусхаф и сказать «я прочту из мусхафа». Поэтому в давние времена говорили «не берите Коран из мусхафа, ты обязательно допустишь ошибки». Это правило, на которое важно обратить внимание, когда мы обучаем студентов, когда мы утверждаем текст Корана, когда мы дискутируем с несогласными. Письмо и тексты – это все важно для нас. Однако основа для нас – это устная передача. Сегодня больше всего распространен вид чтения версии Хафса от Асима, так? Да. Но у некоторых африканцев, марокканцев распространен... Уарши-Калюн, да. Могли бы вы назвать некоторые виды чтения, шейх? Как ты сказал, больше всего в исламском мире сегодня распространен вид чтения Хафса от Асима. В основном на востоке. На западе, там где Тунис, Алжир, Марокко, Мавритания, Ливия и часть Африки, большинство из них читают на Кыраате Варш, а некоторые читают на Кыраате Калун. То есть часть Туниса, часть Алжира и часть Ливии. В Судане существует также Кыраат Ад-Дури вместе с Кыраатом Хафса. Но там он существует не совсем в точной форме. Однако этот риваят Ад-Дури от Абу Амра существует сегодня на части Судана. Эти четыре риваята, то есть Кыраата Нафиа с обеими риваятами, Хафса от Асима и Ад-Дури от Абу Амра, они по сей день существуют в исламском мире. А больше всего, конечно же, распространен Кыраат Хафса от Асима. Следующий вопрос про пророка Айуба, алейхиссалям. Его болезнь, которая упомянута в аяте, что под этим подразумевается? В истории Айуба сказано, он возвал к своему Господу, шайтан доставил мне тяготы и мучения. Аллах не разъяснил, о чем именно идет речь. Аят имеет общий смысл. Но Айуб утвердил, что постигшее его было по причине шайтана. То есть шайтан причинял ему эти страдания. В том смысле, что Аллах оставил своего раба Айуба один на один с шайтаном. И шайтан причинял ему мучения, связанные с его телом. Это не касалось его пророчества. Потому что шайтаны не могут посягать на пророков со стороны их пророчества. Это фундаментальное правило, что Аллах испытывает своих рабов тем, что пожелает. И телесным, физическим испытанием Аллах подверг своих избранных рабов, которые были пророками, так как не испытал других своих рабов. Например, Юсуф, алейхиссалям, был испытан заточением в тюрьму. Якуб был испытан потерей своего сына, а еще потерял зрение. Также Халиль Ибрахим был испытан тем, что был брошен в огонь. Также был испытан требованием заколоть своего сына и так далее. Таким образом, Аллах, субхану-та'аля, испытывает своих рабов тем, чем желает. Особенно этих чистых угодников, которые были пророками. Аллах, субхану-та'аля, сделал для нас пример терпения в Айубе, алейхиссалям. Поэтому ты видишь, что люди во всем мире говорят о терпении Айуба. Субхану-та'аллах, ты видишь, что терпение ассоциирует с Айубом, алейхиссалям. Аллах испытал Айуба в его теле, и причиной вызвавшей у него эти мучения был шайтан. Эти страдания ему причинял шайтан. Аллах предписал этому рабу, что оставит его один на один с шайтаном. И тогда его постигло то, что постигло. И в некоторых риваятах приводится, что болезнь, которая его постигла, была очень и очень серьезной. Так что в конце Аллах, субхану-та'аля, после того, как он увидел, до чего дошли мучения его раба, сказал ему, топни ногой. Вот прохладная вода для купания и питье. И он искупался и отпил из этой воды, после чего ему было даровано исцеление от его болезни, мир ему и благословение Аллах. Это короткая история Айуба, алейхиссаляту вассалям. Это было реальное прикосновение, реальная физическая болезнь Айуба от шайтана. Однако нужно помнить о важном правиле. Шайтан не может иметь какое-либо влияние над пророчеством. Баракаллаху викум. Мы закончили с вопросами, шейх. Как я упомянул в начале встречи, этот выпуск будет чем-то вроде финальной части предисловия. После чего мы, иншаллах, приступим к тафсиру. Чтобы возбудить интерес у зрителей, не могли бы вы рассказать немного, о чем мы будем говорить в следующих выпусках, иншаллах? Да, мы будем говорить о сурах. В том смысле, что мы будем брать суру и приводить о ней общие сведения. Название суры, тема суры. Если у суры очевидная цель, мы упомянем эту цель. Есть ли у нее причины неспослания, упоминаются ли ее достоинства, количество аятов суры. Есть ли разногласия в количестве ее аятов. Есть ли у этого разногласия влияние или нет. Какие темы приведены в суре и так далее. Например, если мы возьмем суру Аль-Масад, ее тема одна. В ней речь идет о неверующем мужчине, который враждовал с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. И о том, что он получил в этом мире и в Ахирате. Не помогло ему его богатство и то, что он приобрел. Также мы будем говорить о названиях сур. Будем говорить о том, есть ли в сурах примечательные моменты. Это будет такая общая информация о сурах. Это не будет толкования к каждому слову или каждому аяту. Мы начнем с суры Аль-Фатиха, затем короткие суры. Так? Да, можно сделать так. Так и сделаем, иншаллах. Да воздаст вам Аллах благом, шейх. Да дарует он вам награду. Продолжим на следующей встрече, иншаллах. На этом мы завершим наш урок. Всем баракаллафикум за внимание. И будем с нетерпением ждать следующей встречи, чтобы погрузиться в науку тавсира. И ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату. Станьте активным участником призыва на канале Аль-Гуда, став нашим постоянным спонсором. Для этого нажмите на кнопку «Спонсировать» под любым видео на канале. И выберите подходящий вам уровень поддержки. В зависимости от уровня вы получите дополнительные привилегии, в том числе и ранний доступ к некоторым видео на канале. Примите прямое участие в исламском призыве. Станьте участником канала Аль-Гуда.